Кировск. Опасно для жизни. Это прекрасный проект. Это действительно замечательный проект. Безусловно, где-то в глубине души я мог бы придраться к чему-то, что мне не понравилось во время чтения этого проекта, изучения материалов и так далее и тому подобное. У меня действительно есть какие-то технические вопросы к ссылкам, которые там таймлайн, потом куда-то вот что-то меня куда-то ведет. Ну, наверное, это технически нельзя было сделать в один документ. Я не очень люблю при чтении Лон Кридов куда-то уходить. Я готов положить свою щеку на ладонь и долгими зимними вечерами неспешно изучать повествование. А все эти хождения по ссылкам меня сбивают с этого душевного ритма. То есть я мог бы найти каких-то претензий, но по большому счету их у меня нет. Это прекрасный проект, который описывает ситуацию, в данном случае, которая произошла в Кировске, Мурманской, по-моему, области. А на самом деле по всей стране этих Кировсков, этих домов сколько угодно. Через что прошли люди? То есть вот почему важен рассказ, через что прошли люди, чтобы другие люди, чтобы читатели, возможно, узнали себя. Рассказ заканчивается, ну, не заканчивается, а в рассказе содержится, через какие процедуры люди проходили, на что они натыкались, какова должна быть правильная процедура. То есть это очень, правда, очень-очень хорошее. Давайте посмотрим, может быть, я за что-то занизил. А, опять-таки, здесь отсутствие кооперации. У меня все, у меня стоят все щедрые 100 баллов по всем критериям, кроме критерия кооперации. Опять-таки, я сейчас вспоминаю, что это сделала девушка с достаточно серьезным таким, не только журналистским, но и социальным, социально-сетевым бэкграундом. Она не переоценила свои силы, она справилась со всем, да, но вот по кооперации ноль. Жаль, жаль. Но от этого работа хуже не стала.